и вот продолжаем то есть загрузила программу настройки дерева здесь то есть можно вращать да здесь происходит настройка то есть есть нажим рандом да во-первых будут различные вариации текстур ствола листья в котором мы выбрали уже то есть данное дерево будет похоже как бы по виду дерево которого мы настроили различные вариации то есть очень дома там когда при создании пример игр или вообще какой-либо сцена можно сделать несколько видов этих деревьев плюс еще что где сюда и плюс еще повернуть каждое второе третье там по оси z в принципе вот здесь выбирается текстура дерево то есть естественно вы можете свои заливать есть настройки дерева то есть различные зоны веток затем была высота вот эта текстура ветки у нас идет текстура листом то есть ветка здесь естественно пока что не показано здесь каждая ветка эта модель каждый листок эта модель вот то есть точно также можем поменять и текстуру листка то есть идет настройка листом ветки и как бы самого дерева например вот здесь мы можем поменять толщину его и высоту в принципе создать можно много чего вот так же вы можете например здесь вот поставить на 0 нет листьев да но вот здесь вот выбрать настройки чтобы отображались ветки то есть сейчас листья это не отдельная часть до целая ветка указать естественно что крест на крест показывались тем самым облегчить вес и оставить в принципе симпатичным то есть давайте сейчас я открою может быть найду дерево по идее я где-то сейчас сохранил уже нужно сейчас найти я вот очень легкое дерево да например для простенькой стратегии и здесь я могу уже подбирать его различные варианты также можно настраивать рандом ветки например менять вот эти настройки и будет под ваш устроиться берем также уменьшить проценты до будет от большую до маленькой или наоборот разобраться на строк довольно таки просто после чего нажимаете файл и вот экспорт уже в любой 3d программе вы можете открыть это дерево маппинг текстур будет естественно сохранен то есть вы просто указываете путь к текстурам и тем самым у вас все это останется ну вот пожалуй все о чем я хотел рассказать можете присылать на почту писать в контакте в принципе ваши вопросы буду стараться отвечать ну все на этом всем всего пока